Безусловно, одним из самых популярных вопросов про ремонт мобильных телефонов, про их прошивку, это возможность отката до предыдущей прошивки. Человек пишет, человек спрашивает, клиенты приходят, спрашивают, как откатиться назад до прошивки, которая стояла до обновления. Поможет ли Hard3Z откатиться до прошивки, которая стояла с покупки. Люди жалуются, что после обновления телефона он начинает безбожно тупить. Начинаются зависания, какие-то тормоза, какие-то приложения перестают работать. Сегодня я расскажу, почему обновляться стоит и в каких случаях не стоит получать отто обновления. Прежде всего нужно уточнить, что обновления бывают отто. Это обновления, получаемые по воздуху прямо из самого телефона. Как, например, на нашей Nokia. Это Nokia 6, смысл не в этом. Телефон может быть любой. У нас стоит Android 8.0. Я его обновляю до 8.1. Почему я это смело делаю? И моя самая главная рекомендация. Обновляться стоит. Обновлять нужно телефон всегда на последнее доступное программное обеспечение. Дело в том, что в следующих обновлениях должны производители допиливать какие-то патчи обновления, какие-то новые фишки, какие-то важные системные обновления, которые закрывают какие-то дыры в телефоне, приводящие к зависанию, к тормозам, к вылету приложений и так далее. Отто обновлений пропускать не стоит. Но необходимо помнить следующее. Моя главная рекомендация на весь этот процесс. Если вы обновляетесь по воздуху и у вас начинаются какие-то тормоза, зависания и все остальное, вам необходимо сделать сброс настроек. Отто обновлений не убивает ваши данные. В отличие от второго обновления, которое полное. Вы получаете его либо с компьютера, либо прилетает там 2-3 гиговое условное обновление, которое может стереть ваши данные. Отто обновлений не стирает данные. И в этом же появляется проблема. Ваши данные нужно сохранить. На время обновления ваши файлы остаются в каком-то хранилище условно. А система ваша обновляет. Системные приложения и все остальное. Вам необходимо после обновления системы сделать сброс настроек. Сбрасываете настройки к заводским. У вас удаляются все абсолютно данные. И тормоза ваши исчезнут. Когда телефон чистый, и вы поставили на него от обновления, после этого будет в заводских условиях проверенная работа телефонов. Так, как у производителя. Но если же вы накатываете от обновления поверх сотни ваших приложений, Viber, WhatsApp, Telegram, вот это вот все остальное, игры какие-то, соответственно, системы, по этой причине не может установиться корректно. Что-то ей там будет мешать, какие-то сторонние приложения. Отсюда и тормоза. Делаете от обновления, делаете сброс настроек, вы получаете чистый телефон с последними обновлениями. И будет все отлично. Да, есть исключения, какие-то телефоны все равно тормозят, даже после сброса настроек. Но это редкое исключение. Потому что производитель старается свое обновление по возможности тестировать на своих аппаратах. Если вам прилетело обновление, значит оно должно быть протестировано. На вашем конкретном смартфоне, на вашем конкретном планшете. Речь именно про Android. Были ситуации, когда, как, например, Apple, умышленно пытаются затормозить свое устройство, чтобы вы немедлили с покупкой нового. Но это скорее исключение. Вот я сейчас ставлю на Android 8.0, 8.1 накатываю. И делаю это смело, потому что мы телефон прошили, он у нас чистый, я поставлю это обновление, отдам телефону, чистейший телефон со всеми последними обновлениями, и будет счастье. Но если я сделаю то же самое на телефон, где стоит уже много приложений, я действительно могу словить тупников. И клиент может быть недоволен. В таком случае нужно порекомендовать ему сделать сброс настроек. А данные свои можно частично вернуть. Контакты, заметки, все остальное, оно же, как правило, синхронизируется с аккаунтами, с гугловским, с каким-то фирменным аккаунтом. Поэтому свои личные данные после сброса настроек можно вернуть в телефон. И действительно не стоит потом накачивать опять сотню приложений. Получили это обновление, сделали сброс настроек, и поставили самое нужное приложение. Новый телефон условно, новая жизнь. Получили это обновление, получили новые фишки. На Android 8.1 как-то там меню изменилось, ускорилось время, уменьшилось время загрузки. Ускорилась вообще работа телефона в целом. Поэтому я настоятельно рекомендую все обновления ставить, не пропускать их. Также есть патчи безопасности, то есть какие-то вирусы будут иметь меньше возможности попасть к вам в смартфон. Какие-то глюки, приводящие к зависанию во время игры и так далее. Еще зависания могут быть от сторонних приложений, потому что, например, вышел 9-й Android, а все приложения адаптированы под Android 8.1. И пока производитель именно приложения стороннего допилит его под 9-й Android, пройдет некоторое время. И это некоторое время может программа тупить. С этим ничего не поделаешь. Поэтому я опять же говорю, если делали сброс настройки, поставьте только самые нужные приложения, чтобы с новым телефоном начать новую жизнь. Возможность просто принести туда контакты и какие-то самые нужные заметки, смс-ки и так далее. Вот такой момент про от обновления. Пропускать их я настоятельно не рекомендую. Я рекомендую ставить каждое обновление, которое прилетает по воздуху. Неспроста его вам присылают. А если он начинает тупить, то просто сделайте сброс настроек. Даже прошивать не надо. Вот видите, он даже некоторые обновления ставит в несколько этапов, что приводит к тому, что телефон не зависнет, не прервется обновление, и он не окерпичится. То есть, например, Nokia вообще с этим заморочилась. Это у нас Nokia 6. Некоторых производителей более ответственно подходят к своему программу обещания. Вот такая ситуация. Выходит новый Android, получается новое меню, какие-то новые лаунчеры, какие-то встроенные приложения. Да и в целом, все самое новое в телефоне, да почему бы нет? Нужно идти к каким-то переменам. Нельзя до сих пор сидеть на Android 4, когда там доступен уже 8. Но это, как правило, не касается тех обновлений, которые вы можете скачать с интернета в теме своего аппарата, например, на 4PDA, если вам не прилетает это обновление. Потому что, если на ваш телефон не пришло это обновление, значит, производитель этого не хочет. Значит, возможно, под ваш серийный номер не подходят. Эти обновления не были протестированы с вашим телефоном или протестированы, но не получили должного успеха, и поэтому производитель не рекомендует. Если качаете прошивку 4PDA или еще откуда-то, может быть, с сайта своего производителя, и ставить ее вручную, в таком случае точно нужно делать сброс настроек, потому что, раз производитель не рекомендует этого делать, то, возможно, скорее всего, при тестировании у него выяснились какие-то мелкие сбои. Если вы еще и накатите обновление поверх своих данных, то тем более можно вперед. Резюмируем. Обновление пропускать не стоит. Если ловите глюки, сделайте сброс заводских настроек. Все самое интересное, важное и полезное с моего канала в полисте «Полезное». Попасть может в главную страницу моего канала. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.